ребята привет еду один на разведку а пушечку одну увидел позвонил всем все заняты съезжу один сначала на разведочку а там уже если найду место и вообще если клуб вместо это кошина это может быть еще разок у нас компании 7 и съездим туда покопать я не любитель одиночного копа мне нравится как бы с компанией с ями как бы ходить не люблю я один как бы ездить в принципе копать на разведку можно съездить и одному потому что ну я вообще не понимаю людей которые некоторые вот там скрывают места есть такое уже говорил в одном из роликов никогда не скрывая места наоборот говорю бывает даже друзьям когда нахожу какое-то место даже бывает наоборот рассказываю пускать едет как бы ну потому что смысл копия у меня лично не не в каком-то там корыстной цели там заработок чего-то там как бы продать монеты там просто отдых хобби от суеты особенно когда вот лесной коп какой-то такой приятненько так погулять и вот сейчас уже немножко уже долго еду я сейчас уже по приезду посмотрел кошина и более или нет что за место смотрю по карте вроде уже через несколько километров у меня уже будет поворот и оттуда я уже еще поснимаю вообще вообще не знаю получится ролик или нет может там вообще там заросли такие что не пробраться так что если даже ролик выйдет он будет называться наверно или жара июль или адская жара потому что ну реально очень жарко на место я прибыл вот это вот возвышенность мне понравилось здесь остаюсь пока ничего примечательного здесь не увидел конечно ни кирпичей ничего валяются вот такие вот фиговинки на патрончики на поверхности блин надеюсь они современные из металла они из латуни посмотрю я сейчас с металлоискателем похожу и разведу это местечко возвышенность я не знаю она камера передает возвышенность или нет что здесь такой холмик вот а поле сами видите если честно не знаю то ли посеяно то ли не посеяно но мы же люди аккуратны мы ничего не испортим пока ехал до места это вообще было что-то с чем-то дорога как как это называется стиральная доска да короче вот такая вот дорога у меня все кишки вытряхнула просто напрочь лучше вот по какой-то там лесной дороге ехать чем вот сейчас вот сюда вот ехал это вообще это что-то я думаю колеса вообще отвалятся вот слушайте кирпичики крошка кирпича встречается крошка кирпича это хорошо ну где-то рядом да по карте то ну где-то я рядом но здесь очень большой сдвиг карты огромный просто там метров 500 может 800 не знаю что я в этих местах уже был и по карте по спутнику смотрел уже знаю где находили места да и там зверь такой приличнее вот и относительно этого сдвига я сдвигал и эту точку так что где-то рядом нахожусь сейчас бумахать металлоискателем и проверять что еще напрягает это очень много слепней но ветер может быть они не сильно будут мешать пришлось одеться были жарко но лучше по потею чем зажрут меня заживо эти слепни потому что их так много чего здесь даже удивился блин жарко вроде блин сейчас я это место засниму квадрокоптером но это я в ролик тоже включу не тут ничего красивого конечно нет там поле и поле а просто я потом уже смотрю как все может пятна увижу или что-то такое как бы ветер правда но попробую полетать сейчас так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кирпич Пока второе, что я тут встретил Посмотрим сейчас Еще будут встречаться, значит где-то рядом Кирпич валяется прям Здоровый Кусок кирпича Не знаю, рядышком тут выбыла пуговка Без, без, да, без орла и вообще без всего Обычная крестьянская какая-то пуговка Без опознавательных знаков Но не сломано ушко, это прикольно Ой Что-то сегодня какой-то... Коп начался, блин День пуговок Да, ржавая С якорем Откуда она тут Сделать интересно Ладно, вторая пуговка пока Вторая пуговка Расколочки попадаются, но мало Меня тут спрашивали В каком-то из роликов я сказал Ну там, копаем это на урочище таком-то А кто-то спрашивает Что такое урочище? Ну это спрашивают те, кто далек от копа Как бы лень набирать Например, что такое урочище в Яндексе Там или где-то, да Просто спросили там Вот, например, вот это вот урочище Называется Алцеферова Вот такое интересное название Видимо фамилия какая-то была Не знаю Урочище Алцеферова называется, да Это на уже современных картах Как бы называется Алцеферова На самом деле это было сельцо Алцеферова В свои годы Там 100-200 лет назад Вот И получается, что у нас Потом начали называть урочищем Вообще урочище Это как бы не обязательно какая-то деревня Там место деревни Бывшее место деревни Нет Это, например, даже вот Пример привести Если, например, берем поле Поле Вот И на поле, например, какая-то Есть небольшая лесопосадочка такая Вот И это вот и будет называться тоже урочищем Или наоборот, например Лес А где-то в лесу Какая-то пушечка, например, лысая Да Тоже будет урочищем Можно называть Это, в общем Место Отличающееся от общего ландшафта Например, берем Тоже, например, вот идет Лес, например Лес Здесь поле Тут река И вот, например, вот это поле Можно тоже называть Опять же урочищем Потому что вот Как бы вот этот участок Как бы он отличается Вот как бы вот От всей этой Ландшафтной Как бы темы А не обязательно Что-то как бы Вот бывает На разных картах Пишет урочищем Какое-то там, знаешь Придумывают название Да Не обязательно, что там Жили люди Ну, может быть, конечно Совпадение получится Что там жили люди Но на самом деле Как бы это просто Определенный такой Периметр Как бы Отличающийся от общего ландшафта Это так Такой Просто Решил ответить Как бы на тот вопрос Там много вопросов было Там Про металлоискатели Я не буду углубляться В эти темы Какой металлоискатель Покупать Лучше туда-сюда Как бы это все Индивидуально Как бы По финансам По всему остальному Вот Ладно Я здесь еще Похожу немножко Потому что Ну, кирпичей Очень мало встречается Значит Мы не на эпицентре О! Какое-то разнообразие пошло Крестик Крестик Лепесточек Крестик Лепесточек Солнышко Неправильно сел я Несломанный Детский Маленький Маленький Про крестики Тоже там Уже разговаривали Нефиг ему Земле гнить Вынимаем И в коллекцию Кто хочет Отдаем церковь В музее Все Подняли И ходим дальше Так Это уже не смешно Третья Пуговка На этом поле Третья пуговка На этом поле Сейчас попробую Как-то Сфокусироваться Не пойму Как солнце Сверху Как-то Светит Сегодня Сейчас Грязь Из нее Вынул Попробую Да Ушко Не сломано Там даже Какие-то Вроде Буковки Есть Но Она тоже Ни о чем Короче Ура Ребята Первая монетка За час Час по-моему Час С чем-то Я хожу Короче Так Сейчас Я вам покажу И посмотрю Что это такое Ага Я через экранчик Уже вижу Что Николай Первый Копейка Ага Копеечка Год Год Сейчас Попробую Послюняю Немножко Ага 1854 Похоже Что-то 54 Вроде Видно Копеечка Ну слушайте Зелененькая Конечно Видно Что Ну Ну Пылевой Сохран Куда деваться Пылевой Сохранчик Но Первая Монетка Все Настроение Поднялось Сразу Реально Прям Бодрячком Просто Я люблю Монетки Вот эти Вот Две Копеечки Две Копеечки Александровские Орел Мне больно Уж нравится У них Так Фокус Немножко Грязненькая Но Блин Нормально Сейчас Грязь бы От нее Блин Водичкой бы ее Сполоснуть Водичкой бы Сполоснуть И будет Все Замечательно Толстенькая Такая Погода Погода Что у нас 1800 Не скажу Пока Не скажу Хотя 1800 То ли 29 Что-то Такое Орел Красавец Вообще Просто Красавец Вот Это уже Интересно Короче Прикол 40 минут Я ходил Вокруг Я вот сейчас стою Не знаю Камера не передает Наверное На самой высшей точке Этого поля Наверное Здесь такая возвышенность Которую я вначале Показывал Не знаю Тоже там Наверное Не передает Такая же камера Вот Вокруг бродил Минут 40 Шмурдяк Там Какие-то эти Вот От пенициллина Скорее всего Вот эти вот Пробки Не пробки Вот Проволока Попадается Но немного Вот И зашел я Короче На Холм И вот Сразу Представьте Сейчас Я уже вижу Конечно Что это серебро Не знаю Еще какое Сейчас Ага Советское Серебро Сейчас Секундочку Сфокус Ага 15 копеек 25 год Естественно Серебро Сохран Вообще Ну Нормально В общем Гуртик О Красиво Ну Как красиво Просто Белончик Это не царское Конечно Красивое Серебро С красивым Орлом Но Приятно Не Само смешное Просто я 40 минут Бродил Бродил Вокруг Вокруг этой Монетки Можно сказать Потому что Вообще Жарко А я говорю От слепней Еще оделся В эту Противоэнцефалитку В общем Блин Душноватый Конечно Нормально Два часа Два часа Походил Два часа Я походил Сейчас Два часа Сейчас Секундочку Что нашел Шмурдяк Не снимал Естественно Сейчас Засниму Потому что Сейчас уже Надо домой ехать Вот Получается У нас Николаевская Копейка Так Это что у нас Пуговка С якорем Крестик Детский крестик Лепесточек Вот она Серебрушечка На ней Можно и закончить В принципе Коп Я уже думаю Вот Две копеечки Красавица Царица полей А вот еще Маленькая Пуговка Вот А Не Была еще где-то Пуговка Одна Ну в кармане Она у меня Наверное Завалялась Ну ладно Во За два часа Что Прикольно Находки Разнообразные А Обхожено Ну прилично Я походил Я два часа Сейчас я походил Так И Площадь такую Приличную я Ну я вот Ходил Короче Вокруг этого холма Больше На холме Я немного Походил Вот эти вот Только 15 копеек Нашел здесь Сверху Вот Эпицентр не нашел А деревни Распахали Ну ее тут Пахалось Это наверное Испокон веков Поле Ее тут растаскали Вообще По всему этому полю Искать надо Конечно Где она точно стояла Но Сейчас жарко Уже палит Хорошо Приедем мы еще сюда Посмотрим Поищем Удобно искать Что-то тут Не знаю Что это такое Растет То ли трава какая-то То ли что-то такое Ну видно Что что-то Искусственно посажено Колхозников Поблизости нет Гонять некому Вот и ходил Ничего плохого Я тут не сделал Ямки за собой Закапывал Ничего сильно Не потоптал Мы же не сломы Так Блин Лицо Еще это Задолбали Кусать Капитально Вообще Эти слеп Эти слеп Не достали Ну что ж Ребят Разведка Собоем Я считаю Что Получилось Удачной Находки Есть Кирпичи По всему полю Разбросаны Осколки Причем Такие осколки Мелкие Я вот встречал Вообще Много-много Их очень Как будто Тут нахер Назорвали Атомной бомбой Эту деревню Потому что Ну вообще Я не знаю Там что с кирпичами Как можно так Кирпичи раскрошить Видать Очень долго Ее Пахали Вот Приедем Ищем Сюда Посмотрим Поищем Я еще Вот С квадрокоптера Посмотрю Снимки Может что-то попадет В кадр Какое-то Пятно Не пятно Но Я чувствую Что из-за Такой сухой погоды Как сейчас Она сухая Сверху Что черная Что светлая Земля Она одинаковая Будет Ну ладно Посмотрим Что как Коп получился Нормальный Но Жарко Это мягко сказано Что жарко Это вообще Просто ад Если честно Особенно Но Слепки не кусают Зато Желаю Всем копателям Удачного Копа Всем Кто смотрел Спасибо Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Комментируйте Можете комментировать Что нравится Что не нравится Можете просто Посмотреть А мы будем Снимать Продолжать Выкладывать ролики Про коп И не только Всем ребят Удачи И до новых встреч Температурный датчик Накрылся Включение Вентилятора На улице Плюс 30 А я с печкой еду Красота Вообще Кайфую Просто еду Окна конечно Открыл Но все равно Жарища Просто невозможно Но зато Температура Хоть не поднимается Блин Так что Вот такие ребята Дела у меня Случились На обратной дороге Домой Ладно Нормально все Доедем Продолжение следует